Книга открытым оком 22 том тема потеряевка вопрос 3476 кто проводит ныне занятия по воскресеньям потеряевки чем они отличаются от занятий какие там были в первые годы отвечает Игнатий Тихонович Братья из деревни проходят по порядку новый завет по толкованию святых отцов поют духовное песнопение занятие идет полтора часа вот 1 июля 2007 года они проходили послание апостола Иуды мне показалось что хотя они его уже заканчивают жизнь послание не коснулась людей и я дополнил и напомнил им Иуда 1.4 Ибо вкрались некоторые люди издревле предназначенные к всему осуждению нечестивые обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа Апостол Иуда все это видел люди вошли в церковь вместо того чтобы усиленно подвязаться стали говорить мы верующие мы спасены нам ничего не надо Ну и гуляют и пьют верующие собираются совершают вечерю любви агапы устраивают и не думают сегодня где собираются Сегодня у них пойдем наедимся а завтра пойдем к другим досыта наедимся А к тебе когда придут Желтухин когда ты к себе хоть одного пригласишь то Никого у него в гостях и нет Иуда 1.5 Я хочу напомнить вам уже знающим это что Господь избавит народ из земли египетской потом не веровавших погубил Апостол Иуда хорошо знал Библию и начал напоминать бывшие похожие события из древности что и нынешнее подобное поведение ни к чему хорошему не приведет Вы скажете что вы верующие но это не означает что вы будете в раю А вот у сектантов так спрашиваю еретика ты будешь в раю? Да перед нами 150 человек из их общины Все вы будете в раю все 100% гарантия Почему? Они выучили наизусть один только стих в котором для них сконцентрирована вся их надежда и уверенность Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную Я говорю тут написано 1 Тимофею 1.19 Имея веру и добрую совесть которую некоторые отвергнув потерпели кораблекрушение в вере Павел говорит филиппийцам 3.13 Братья Не почитаю себя достигшим а только забывая заднее и простираясь вперед И христианство 7.8 Конец дело лучше начала его Терпеливый лучше высокомерного Нет мы будем в раю Но откуда ты знаешь написано 1 Петра 4.17 Ибо время начаться суду с Дома Божия Если же прежде с нас начнется То какой конец не покоряющимся Евангелию Божию? И вот апостол Иуда говорит Вышло из Египта сколько? 600 тысяч А вошло сколько? Всего два человека Разница есть? Грешников Бог не щадит Сирахов 16.1 Равно как и 600 тысяч человек соединившихся в жестокосердии своем И хотя бы и один был непокорный Было бы удивительно если бы он остался не наказанным Вывел Бог А погубил кто? Тоже Бог За что и кого? За неверие неверовших Сирахов 46.10 И они только двое и 600 тысяч путешествующих были спасены Поэтому каждый день проверяй себя Я вроде иду и как у меня вера? Может быть меня уже песком забот засыпало Ничего и нет Может я требую там где не трудился Из палящей скалы чтобы текло Может мне жезлом ударить в телевизор чтобы из него пирожки посыпались Ты вот и подумай Иуда 1.6 И ангелов не сохранивших своего достоинства Но оставивших свое жилище Соблюдает вечных узов Под мраком на суд великого дня И не только израильтян А помните ангелов на небе сотворенных Бесплотными Но и они не сохранили достоинства своего Чего-то лучшего захотели И Бог сбросит их И они превратились в чертей И апостол Иуда на всех известных примерах собирается доказать Что спасутся не все верующие Далеко не все Это коротенькое послание Полностью направлено на надменных людей Которые говорят Я верующий Я буду в раю Не забывай Ангелы на нем были и пали 600 тысяч избранного народа вышли и не вошли Иуда все Примеры перечисляет Ты оглянись назад Кто перед тобой прошел уже Посмотри Теперь с какими следами ты идешь Римлянам 11.20 Они отломились неверием А ты держись верою Не гордись, но бойся Если они не устояли Эти ветви отломились То почему ты удержишься Вот на таком накале и надо жить Фимон Великий сказал Мы можем не верить Это не писание Но он говорит Стремись на небо Но ум держи в аде Чтобы каждый день трепетать Вот тут могу споткнуться И в аду оказаться Не нам, читай, люди падали Поэтому не гордись, но трепещи Сегодня пока Да А не знаешь, что случится к вечеру И в нашей жизни еще не вечер Иуда 1.7 Как Содом и Гамора И окрестные города Подобно им Блудодействующие И ходившие за иною плотью Подвергшись казни огня вечного Поставленных пример Видите, как удачно Кто-то перечисляет Начинает Начинает Вышли из Египта Погибли Ангелы на небе Погибли Содом и Гамора Погибли Он всех собирает Которые погибли Ни один апостол Ни один пророк Так не говорит Иуда Всю историю От начала создания мира Берет и показывает Мертвецы Мертвецы Да дай Бог любящий Как Златоуз говорит Но не забывай Бог, которому имя Любовь навел потоп Вот здесь волны гуляли Акулы плавали Я на сто процентов уверен Вот эти лага Которые вот здесь есть Образовались после потопа Я докажу это любому В течение пяти минут Любому этнографу Географу Биологу Их происхождения Тот самый Бог Которому имя Любовь Ибо у него Другого имени Не было А не так Что ему сегодня Имя любовь А на суде Божьем Он будет другой Суровый Он всегда Один и тот же Вчера Сегодня И вовеки И на это надо настроиться Мы спасаемся Милостью И друг другу Надо помогать Брат Как ты Как бы дорожка К нашей беседке Где мы молимся Не заросла Если у нас То чувство Какое ты испытал Испытывал Когда ты девушку Встречал Ходил к ней И цветы носил Вот такая Должна быть И встреча Со Христом Таинственная Радостная Прихорошись Приведи себя В порядок Встань У меня сегодня Встреча интимная Тайная Никто не видит В определенное время Ночи Когда подобная Встреча В последний раз Была Когда я ему Все открыл Рассказала О недоумениях О расхождении С ближними Как мне не хватает Помощи Божьей Дети растут Совсем не такие Как я думал Ты разреши Перед Господом Увидишь Как новый свет Засияет И все будет По-другому Эта встреча Решает все И ради нее Стоит вставать Рано Как бы поздно Не лег Я будильник Никогда не перевожу Ни разу еще Об этом не пожалел Голос какой-то Говорит Тебе надо Это Сердце уже Не то Да и годы Дают знать Отойди От меня Катана Ты мне Соблазн Соблазн Сразу его Бей наотмашь Впереди работа Но сейчас У меня Встреча С моим Господом Сейчас Я подключусь К великому Генератору Сейчас Начнет Заряжаться Мой стабилизатор Если молитвы Нет Начни Брат Сначала Выпроси У Бога Эту радость Лукашия 12 В те дни Взошел он На гору Помолиться И пробыл Всю ночь В молитве К Богу Ему это надо Вы знаете Что Иисус Писал письмо Рукой Своей О том Читаем В житии Святого Фадея На 21 августа Христос написал Письмо Авгарию Эдескому И вот апостол Иуда Когда писал Это послание Он видел Тогдашних людей Которые перед ним Ему нелегко Сие послание Далось Так можем Предполагать Другое дело Как апостол Иоанн пишет Дети мои Любите друг друга 1 Иоанна 4.8 Кто не любит Тот не познал Бога Потому что Бог есть любовь Но когда этот Иуда Писал И потом Целые тысячелетия Будут думать Что он злой какой-то Как митрополит Иоанна Что он ни одного слова Не нашел Сказать и написать Хорошего Про тогдашнюю церковь Иуда про это И не подумал Такие люди Понимали все Ибо они были вдохновены Духом святым Вспомните Иеронима Который Библию перевел На латинский языке Он писал Что священники Продажные Блудники Народ не учат Народ сгнил Совсем ничего не знает И все это В своих посланиях Написал Язычники сразу Все переписали Вот христиане какие И самые лучшие Друзья ему Письма Написали зримо Ты что делаешь Нам на улицу Выкинь Нельзя Нельзя в нас Все пальцем Тычут Разве можно Раздевать Мать Нашу церковь Святую Православную Я написал Про потерявку Что такое И одна наша Сестра мне говорит Теперь сроду Никто не приедет Сюда Ты такое написал Что все здесь плохие Я знаю Вкус Этой горечи Но скажите Иероним Написал Правильно Или нет А при чем Тут правильно Когда все люди Теперь подпекают Написанное им Он правильно Написал Теперь те Которые упрекали Иеронима Ни одного Даже имени нет А его имя Осталось В 1420 году Умер Блаженный Иероним Он открыл Все язвы Священства Разрезан И началось Извечение Без этого нельзя Пока пузырь надутый Когда заноска Загнила Ты же вскрываешь Ее Чтобы гной выпустить И он говорит Церкви Сплошным нарывом Покрылась кожа Языщики От руки Торопились Переписывать Иеронимовы Послания Ну конечно Они то Со своей целью Это делали И вот я думаю Что послание Иуда Таким же успехом Пользовалось У языщиков Вот вы какие Христиане Фуров Сделал доклад ЦК КПСС О положении церкви Но тайно Чтобы никто не знал Но этот доклад Сумели вынести Его распространил Отец Глеб Якунин Там говорилось Как коммунистов Священников Вербуют И семьи Архиерея Ставленники КГБ И когда ставят И когда ставят Они из шести Кандидатур Ставят Самого преданного Вот характеристика На патриарха Алексея Подтверждающая Что он делает Не по принуждению А добровольно Понимая Что расширения Церкви не должно быть И он ничего не делает Чтобы церковь Распространялась И все получения Он на Западе Выполнял Это его биография И когда отца Глеба Якунина Арестовали Дали семь лет То ему обещали Скосить Скосить Половину срока Если он расскажет Каким путем К нему попало Выступление Фурова Но так и не смогли Узнать И он полностью Отбыл срок Обличение Иронима Иуды Чтобы у вас В памяти были Как только читаешь Библию по порядку То порадуй Свой разум Порадуй сердце Я знаю Нелегко Должно быть Далось ему Это послание Этот апостол Имел Любовь К народу Божию Но он им напомнил О всех страшных Поражениях ангелов Людей Чтобы сегодняшним Показать Что те Которые Поступали Не по слову Не слушались Богу и Егову Они все в аду Смотри Следы обрываются У пропасти Когда ты Только одно Хорошее Говоришь Дорогие мои Любезные Боголюбивое Алтайское паство Как иди Он тогда выступал Что народ Кланяется Бабки плотки Бросают Он по ним Идет ногами Они эти плотки Хватают Ими умываются Так можно жить А когда бы Вышел И сказал Да Когда вы Исправитесь Окаянные Я вас Жезлом Бить буду Как прокл Сказал Затаустов Владыка Прогони их Всех Жезлом Твоим Но Эпископ Той Эпископ И секретаря Сего Чуть Не убили За это Тебе Говорит Их Никогда Не Исправить Вот Это Послание Иуды Маленько Соборно То есть Все Церкви Направленное Призванным Которые Освящены Богом Отцом И Сохранены Иисусом Христом Иуд 1.8 Так Точно Будет И Семи Мечтателями Которые Скверняют Плоть Отвергают Начальство И Злословят Высокие Власти Вот Видите Насколько Мерзкие Дела Творились И он Пишет Не о Внешних Людях А о Тех Которые Проникли В Церковь Притом Эти Люди Извременно Предназначенных Погибели Пали Демоны Так Точно И Люди Эти Падут Как Богом Павел Говорит Что Это Были Образы Для Нас Взял Иуда Потом И Написал Вы Конечно Не Таковы Как Павел Пишет Надеюсь Что Вы Не В Таком Состоянии Иуда 1.9 Михаил Архангел Когда Говорил С дьяволом Споря Моисеевом Теле Не Смел Произнести Укоризненного Суда Но Сказал Да Запретить Тебе Господь Откуда Он Взял Это Не Известно Одно Слово Моисей Не Так Сказал И Не Вошел В Обетованную Землю Он Засомневался И Богу Такие Не Нужны А Еретики Все Войдут Хотя Каждый День Говорят И Делают Совершенно Не Так А Ты Войдешь Меня Вопрошают Наши Понятия Не Не Я Себе Не Могу Сказать Но Мне Очень Хочется За Меня И Чтобы Помолились За Меня И Чтобы Милость Не Была За Меня И После Моей Смерти Спорили О Моисеевом Теле О Чем Один Вариант Что Дьявол Был Против Что Его Хоронят И Помогает Архангел Михаил Он Как бы Так Говорит Кого Ты Хоронишь Он Египтянина Убил Михаил Уже Говорит Да Запрети Тебе Господь Отойди Бог Тебе Рот Закроет Отойди Бог Тебе Рот Закроет А Другой Вариант Таков Да Зачем Ты Его Хоронишь Пусть Его Мощи Будут Почитаемы А Потом Целые Полки Антиминцев Начнут Полки А Потом Целые Полки Антиминцев Начнут Может Быть И Это Было Отойди Ты Сатана Со Своими Антиминцами Не Будет Этого Похороните Его Бог Сказал И Я Это Сделаю Бог И Его Выше Чем Ты Я Ему Поклоняюсь Спорил Значит Он Был Против Того Что Тело Моисея Осталось Ненайдено Евреи Его Конечно Искали Великая Беда С Этими Мощами Четвертый Век Антоний Великий Умирать Время Пришло Он Всех Учеников От Себя Разогнал Втором Веке Никто Не Прятался Думаю Ему Было Открыто Что У Его Мощей Будет Пять Рук Восемь Голов Иуда Один Десять Оси Злословия То Чего Не Знают Что Же По Природе Как Бессловесные Животные Знают Кем Раслевают Себя Эти Люди Вообще Ничего Не Знают А знают Как Быки Как Телята Прыгать Друг На И тем Раслевают Себя Вкрались Церковь Избивля Предназначенных Погибели Даже Страшно Делается Когда Узнаешь Что Это Первый Век Ужасное Состояние А мы Говорим Что Установить Бы Как Было Раньше В Первоапостольские Времена Вернуться А тут Прочитаешь И Подумаешь Сохрани Помилуй Иуда Один Один Горе Им Потому Что Идут Путем Каиновым Предаются Собольщением Мзды Как Валаам И В упорстве Погибает Как Корей Припомнил Еще Каина Валаама Иуда Читал Историю И Выискивал Начиная От Грех Падения Ангелов И Всех Сюда Собрал И Вам Это Будет Каин Плевья Вам Валаам Отродье Будет Вы Как Септанты Дафана Вероны Корей В упорстве Погибаете Не Принимаете Священников Божьих Иуда 1.12 Таковы Бывают Соблазном На Ваших Вечерях Любви Пеших Своя С вами Без Страха Уточняю Тебя Это Безводные Облака Носимые Ветром Осенние Деревья Бесплодные Дважды Умершие И Сторгнутые Подумаем Маленько О чем Говорится Кто Хочет Что-то Сказать На Эту Тему Без Страха Уточняю Лишние Килограммы На Себя Навесили Впереди И Сзади Это Бесстрашный Человек Снять Себя Эти Лишние Килограммы Без Страха Божия Слышите Меня А если Вас Всех Здесь На Весы По Порядку Ставить Жена Меня Любит Хорошие Пирожки Печет Любит Чтобы Поскорее Избавиться От Тебя Вы Помните К нам Приезжал Николай Николаевич Вагнер Он умер Внезапно Я ему Говорил Николай Ну что ты Как пузырь Ты меня Опять Мусалом Обземлю Я ему Говорю Ты умрешь Рано Не доживешь До своего Срока А ведь Многократный Чемпион России Подзюдо Был Четыре Высших Образования А сочревом Не мог Поправиться Я ему Говорю Тебе Уверовать Надо А он Так я Давно Уверовал Он не понимал Вы его увидите В пятнадцатом томе На пятьсот тринадцатой Странице В белом костюме Без страха Уточняю тебя Сейчас бы мы Здесь весы поставили Сказали Не выйдем отсюда Пока не сбросим Лишний вес Что застряла ты бабка На чрево-то навешала Глушков Слышишь Даже отвернулся Не слушая Тебя в первую очередь Касается это Без страха Уточненная Бесстрашие Открытым оком Том тринадцатой Страница Пятьсот семьдесят За столом Надо вкушать Не склоняясь Над столом Не лопать Поязычески Склонившийся Подносит Рот вкусное А ты Ограничь себя Откажись от ужина Вот воспитатель Витя Савченко Никогда не ужинает У нас Меня спрашивают Почему не ужинаешь Талию берегу Переедающий Грызет зубами Себе могилу Во что По имени Нам называть А у нас Предрасположена Широкая кость Я говорю Широкий рот А не кость Рот-то зажмешь На кости Ничего лишнего Не навесится А если это болезнь То коровам И свиньям Ее привили бы И они бы жирные были Нет брат Ни одна свинья Жирной не будет Пока ей в рот Не положишь А то бы в один год План выполнили По мясозаготовкам Лишний убрать А я знаю Что когда говоришь Об этом Люди Тучно Того Очень не любят Такие же Они обычно Хорошие Добрые Ласковые А только Про их Бесстрашие Уточнение Себя На корм С червям Скажешь То получишь В ответ Тебе Какое дело До моего пуза И гляжу Уже надулся Все Зашкварчал На сковородке Бес страха Уточняй Себе Бес страха Если страх Божий Есть Ты Этого Делать Не будешь Притча 23.2 И поставь Преграду В гортане Твоей Если Ты Алчин Вот На глухонемую Янщук Валю Смотришь Она как 20-летняя Девчонка А ей За 50 Дальше Безводные Облака Как это Безводные Да я Где пройду Везде Все Полито Каждый Же Так Думает Осенние Деревья Бесплотные Дважды Умершие Престорнутые Иуда Ты о ком Говоришь О христианах Омытых Кровью Христа Которых Ее Постоянно Исповедуются Причащаются И ты Их Так Называешь Почему Дважды Умершие Без страха Он уже Умер Уже Приговор По телу И душой Без страха Он душой Умер Уже Никакой Веры Нет у него И телом Он мертвец Он ходит Ой Сердце Колет Ой Не могу Опять Полежать Надо Ой Такое платье шьют Так сюда Я Валидольчику Наложу Сюда Кардиолу И карманы Заполняются А ты забудь Про это все Послание Это какое Поучительное Иуда Прямо в тарелку К нам залез Без церемонии Какой Был апостол Иуда 1.13 Свирепые Морские Волны Пенющиеся Сарамотами Своими Звезды Блуждающие Которым Блюдется Мрак Тьмы Навеки Живут На суше Люди Где Никакого Моря Нет А может Он На море Будет И там Он Пусть Увидит Себя Куда Бы Не Пошел Человек Апостол Пример В древности Погрузишься Кайные Окаяны Пошел Кизыч Кавалаам Проклятые Он Всем Везде Поставил Преграды Напротив Греха На Кого Вы Похожи Увидел Деревья Сломанные Это Вы Деревья Сторгнутые Осенние Бесплотные Куда Не Пойди И Везде Пример Иуд Обложил Человек Как Смоковницу Навозом Чтобы Человек Ужаснулся Как Я Мог Дойти До Такого Состояния Да Не Может Быть Да Не Может Этого Быть Лука 13 8 Я Копаю Ее Обложу Навозом Я Вот Так Вижу Это Послание Он Не В Один День Его Писал Стипение И Тогда Он Сел И Написал Как Нынче Люди Как Мы Должны Быть Апостолы Люди Благодарны Что Можем Сегодня Его Слова Употребить Ссылаться На Его Послание Притом Одна Глава Всего Если Ты На Море Не Бываешь Море Тебе Ничего Не Скажет Так Ты Дома Бываешь На Звезды Смотришь Звезды Блуждающие Которым Блюдется Мрак Тьмы Навеки Человек Окружен Землей Небом Деревьем Горем И Куда Не Повернись Все Вокруг Кричит Ты Негодяй Ты Позоришь Имя Христова Ты Вкрался К Верующим Ты Только Называешься А ты Самый Последний В природе Поганый Царь природы Вот Что Это Послание Значает На Него Надо Смотреть Глазами Человека На Звезды Посмотрел Вглуждают На Месте Стоят Браком Покрывается Ее Не Видно И Нас Никто Не Видит Где Наш Свет Послание Заговорил Оно Долбит И Бьет Под Одну Точку Мы Не Таковые Меняться Надо Сегодняшнее Отношение Богу Изменить Решительно Потому Что Мы Дети Божьи Мы Избранники Чей Муж Не Пришел На Наш Сегодняшнее Занятие Скажи Все вокруг Обличает Нас Дорогой Мой А чтобы Проверить Это Открой Послание Иуда Иуда 1.14 О них Пророчествовал Иенах Седьмой От Адама Говоря Все Идет Господь Сать Мами Святых Ангелов Своих Книга Пророка Иноха Была Он Говорит Седьмой От Адама В Библии Этого Не Написано Иуде Даже Библии Не Хватало Что И Где Слышал Взял В Примеры Если Б Он Жил В Наше Время Он Б Сказал Не Зря Ленин Сказал Что Религия Опиум Для Народа Вот Вы Опиум То И Являетесь Среди Чужих Что Религия Это Сивуха Для Народа Вот Это Вы Как Раз И Являетесь Такими Глядя На Вас Человек С Нечестивых Во всех Делах Которое Произвело Их Нечести И Во всех Жестоких Кловах Которые Произносили На него Нечестивые Грешники Ниоткуда Неизвестно Это Но Думаю Так Когда Иуда Писал Это То Тамошним Тогдашним Людям Было Сие Известно А Иоанн Затауз Говорит Им Говорит Так Ты Не Исследуй И Не Ищи Где Это Написано Потому Что Много Евреи Сами Уничтожили Потому Что Оно Их Обличало Ибо Написано Пророком Назареем Наречется Ни Одного Пророка Этого Не Написано Но Эти Книги Были На Ссылка Есть У Матфея А Так Как Ссылка Была То Явно Книга Была Она На Слуху Была Иуда 1.16 Это Ропотники Ничем Недовольные Поступающие По своим Похотям Нечестиво И Беззаконно Уста Их Произносят Надутые Слова Они Оказывают Лицеприятие Для Корысти Видишь Как Ропот Уже Перерубил Там Он Говорил Без Страха Утучняют Тебя А тут Уже Недовольство Ропот Притом Весьма Недоволен Так И ты Первый Недоволен Иуда Ты Больше Всех Как Раз Недоволен А мы Довольны У нас Все Хорошо Мы Братья Друг Друг Любим А ты Нас Всех Обозвал И ты Хороший Ведь Так Можно Было Бы Сказать А он Понимал Что Люди Недовольны Тем Что Господь Дает А ты Скажи Что Лучшего Места Для меня Бог Не Нашел На земле И я Ему Молюсь Что Это Наилучшее Место Вселенной Везде Было Было Хуже А это Самое Лучшее Место Где Я Нахожусь Самая Лучшая Семья Самый Лучший Дом Лучшая Деревня Все Самое Самое Наилучшее А больше Всего Я Недостоин А больше Всего Я Недостоин Вот Какой Вывод Надо Сделать Тогда И ни Одного Слова Ропота Не Будет Аллилуйя Мне По телефону Звонят Ну Как Дела Аллилуйя А как Здоровье Уста Их Произносят Надутые Слова Они Оказывают Лицеприятие Для Корысти Видите Он Даже В рот Залез Им Напыжаться Себя Верующим Показывает А на самом Деле Ничего И нет Как Только Прикоснешься Увидишь Неверующее Неверующее Осуждение Он Не Берет С небесной Позиции Из Библии Ничего Привести Не Может А если Ему Из Библии Приводишь Он Даже Ноль Внимания Он Своё давит Тебе Если Привели Пример Из Библии Ты Сразу Остановить Правильно Или Неправильно Скажи Брат Благодарю Надо Обдумать Что Бог Сказал Так А если Господь Говорит То Что Ты Лопочешь Что Ты Бормочешь Это Все Кончится Притом Кончится Не так Как Ты Думаешь А По Другому Мгновенно И Не Будет Ни Одной Минуты Раскаяния Потому Что Нам Говорит Из Писания Кто Нам Говорит Из Писания Обличает Надо Благодарить Бога И Радоваться Завтра Может Не Быть Этого Дня Мы Счастливцы То Как Вы Думаете В селе Корчино Хотя В одном Месте За 50 Лет Был Такой Разбор Слова Божьего Это Нам Бог Дает На Родном Языке С Толкованием Своя Среда Рядом Веселые Дети Играют Все Сытые В сухом Довольные Здоровые Да Нам Ли Бога То Не Славить Ничем Недовольные Ропщиты Ропщиты Никогда Не Ропщите Ни На Что Не Ропщите И Никогда Не Подставляя Гнилые Подпорки Извиняя Самого Себя Иуда 1 17 Но Вы Возлюбленные Помните Предсказанное Апостолами Господа Нашего И Он Смотрите Погибли Вышедшие Из Египта А Вы Помните Предсказанное Апостолами Да Вы Откройте Любого Апостола Христос Умер За наши Грехи Христос Нас Спаситель Помните Как Апостолы Говорили Апостолы Говорили Что Предсказано Было Как Эти Негодяи Ворвутся В церковь Они Будут Пакости Творить Все Апостолы Предупреждали Что Будут Церкви Стадок 2 Петра 2 18 Ибо Произнося Надутые Пустословия Они Уловляют Плодские Похоти И разврат Всех Которые Едва Отстали От Находящихся В заблуждении 1 Иоанна 2 18 Дети Последнее Время И как Вы слышали Что Придет Антихрист И теперь Появилось Много Антихристов То мы И познаем Из того Что Последнее Время Иакова 4 4 Прелюбоди Не знаете Ли Что Дружба С миром Есть Вражда Против Бога И так Кто Хочет Быть Другом Миру Кто Становится Врагом Богу Апостол Иуда И всех Апостолов Ничего Не взял А только Опять Одни Угрозы Вот Что Значит Целеустремленность Я думаю Он не мог Не знать Как люди Будут Относиться К этому Посланию Да Брось Ты его Читать Тошно Его Читать Ни Одного Слова доброго Нас Не нашел Ни одного Слова доброго Нет О ком О христианах Первого века Когда жива была Апостольская церковь И ни одного Слова одобрения Не нашел Собрал Все Что плохого В мире И бросил Против Них Другими Глазами Посмотрите На это Послание А Иуда Сей Такой же Святой Такой же Нужный Как и Аков Иуда 1.18 Они говорили Вам Что в последнее Время Появятся Ругатели Поступающие По своим Нечестивым Похотям Так А кто это Подсказал Ни у одного Апостола Этого Нигде нет Значит Какие-то Послания Выходят Еще были Нечестивым Похотям А почему Ты не сказал Что Павел Будет говорить Филиппийцам 2.15 Чтобы вам Быть Неукоризненными Чистыми Чадами Божьими Непорочными Средистративов Извращенного Рода В котором Вы сияете Как светило В мире Это звезды Блуждающие Брак погибели Подготовлен им Иуда 1.19 Это люди Отделяющие Себя От единства Веры Душевные Не имеющие Духа От единства Веры Вот тут Есть о чем Задуматься Будьте Очень осторожны В вопросе Благодати Как сейчас Решает Церковь Благодатная Вы знаете Какие были Моменты Зарубежная Церковь На полном Основании Готовилась Объявить Патриархию Безблагодатной У меня есть письмо Написанное Петрополитом Виталием Близко к тому Чтобы объявить Патриархию Безблагодатной Но не объявили Так до этого И не дошло Если безблагодатно То когда С какого времени Не с года А со дня И часа Я разговаривал С самым строгим Архиереем РПЦЗ Антонием Сенкевичем В Лос-Анджелесе Мы с ним Прогулировались Каждое утро Я говорю Безблагодатно С какого времени Он не может сказать Он понимает Что это незримо Я говорю Если незримо Нет благодати Значит нет благодати И у священцев В первую очередь Значит Архимандрит Валентин Русанцев Не архимандрит А вы его Рукоположили Епископы Все священники Которых вы приняли Из Московской Патриархии В том числе И отец и Аким Они не священники И всех которых вы приняли И признаете сейчас нас А я ваш гость То я и не крещеный Я не хочу быть погибшим Требую крещения Он попятился Ушел в комнату И закрылся Понимаете Нужно доводить Все до логического конца Моя позиция такая В этих вопросах Никогда не давать Никакого ответа Я верю Что есть благодать У католиков Потому что там есть священство Я верю Но в католики Я никогда не пойду Я верю Что есть благодать У старобрядцев У греков И у всех Которые имеют священство Вот на этом и остановись Я все оконтурил священцам Имеющим рукоположение До апостолов Дальше этого не иду А другие там тонкости Этому конца не будет Об этом Максим Исповедник Говорит так Иногда рукополагают За деньги Особенно у греков Какой епископ Деньги получил Никто не знает А Бог то знает Так тот епископ Действительный теперь или нет А если таких рукоположений Было более ста Одно за другим За две тысячи лет Так значит Уже где-то было прервано Прекратить рассуждения Смотри только на сегодняшнего И дальше никуда не идти Дальше как я могу узнать Я знаю я законно Я точно от матери моей рожден Мать его равна А отец у меня Тихон Дмитриевич Но от всех-то их родители Может блудно нажиты были Может и незаконно Это мы говорим Иисус Христос еврей Нечистофородный Добавить нужно А почему Араа блудница пришла Кто такая В России упоминается Аруш пришла Кто она Стала прабабкой Давида Иисус сын Давида Значит и Значит в Иисусе Хананейская кровь течет Да Царь Николай II Чистофородный или русский Русские были только первые Два царя Михаил Федорович От него Алексей А дальше Петр женился на немке 50% немец Теперь он женился на норвежске 25% В следующий раз Он женился на немке 12,5% А в царе Николае Был 1,25% Русской крови Русский царь Он по крови был Совсем не русский уже А нам монголы За 120 лет Чего намешали Поэтому успокоимся И духовно И плотским Сегодня я знаю Что нас батюшка Рукоположен Епископом Максимой Крохой Омским Известно Кто его рукополагал Рукоположение Дальше не сходит От первого митрополита Михаила А остальные Греки Кто-то на чем Замешан был Никак не узнать Иуда 20,21 А вы возлюблены Назидая себя на святейшем На святейшей вере вашей Моляясь Духом Святым Сохраняйте себя В любви Божией Ожидая милости От Господа Нашего Исуса Христа Для вечной жизни Отмститься Всемирно Что значит Многократно За подлое убийство Одного За Авеля За пастыря За брата Несчастье Ринуться Вдогонку На обгон Примера Дворозительных Несхожеств Библейских строк Вопят Минуя срок Не всемиро Конечно Много строже Бога Ягова Был и остается Строк Страшнее всего Духовное убийство Творимое Священством В алтарях Выращивают Плевела Невинограда Кисти И трудятся Вообще Напрасно Зря Евангелие Скрыто За иконостасом Род Каина Под ризами Сокрылся Под святость Мишурою Приукрасит Под древностью Монашеских Воскрыли А мстится В семьдесят За насаждение Тьмы За свет Погашенный Евангельскую Правду Не на учение Грех Удастся ли Им смыть Возмездие Расплата Вовсе рядом Убийца Только тело Погубил Души бессмертной Даже не коснулся А здесь В дыму Продымленных Кадил Сумели Скрыть Слочайшего Иисуса Народ Не ведает Где право И где лево Сердцами Просветились Духом Со святым Без слова Божия Хромать На два колена Надеются На храмы На посты Кресты Апостол Павел С чадом Тимофеем Без проповеди Шага Не шагнули Послание Евангельское Щедро сеял Рождал Свидетельством Как матка В улье Бог многократно Жег монастыри Несчетно Раз до камня Разрушил Храмы Слепые Пастыри Земля Уже горит Невозрожденным Смерть И неисцельны Раны 29 мая 2007 года Игнатий Лапкин Редактор субтитров